Этим летом я проводил небольшую полевую работу в Якутии. И в своем докладе мне хотелось бы сосредоточиться на наиболее таком ярком моменте той большой темы, по которой я собирал материал. Это беременность и роды, такая сугубо женская тема. Но одним из наиболее таких интересных моментов, о котором с большим энтузиазмом рассказывали мои информанты, стала мантика, которая связана с рождением ребенка. На этой карте Якутии я нанес те районы, куда были родом мои информанты. Здесь в основном это центральные районы, Чуропчинский, также город Якутск. Кроме того, Среднеколымск, это крайний северо-восток и также Верхнебиевский район. Ну, собственно, вот эти женщины. Как видите, это якутские женщины разных возрастов. Для меня было значимо, что у всех этих женщин, ну, кроме, пожалуй, только врача-гинеколога, есть опыт материнства. Все эти женщины – матери. Ну, а в возрасте они от 28 до 65 лет. Собственно, что у меня получилось? Собранный материал я попытался расклассифицировать на отдельно выделяются рассказы о толковании снов. С другой стороны, то, что я условно назвал приметами. Приметы, в свою очередь, я попытался разделить на некоторую интерпретацию, трансформации, что ли, изменения женского тела в период беременности, которая что-то означает. И, с другой стороны, собственно, приметы. И получились у меня такие устные рассказы о предвестниках появления ребенка вообще. И, б, с другой стороны, речь шла о знаках рождения ребенка какого-то определенного пола. И мне хотелось бы остановиться вкратце на наиболее интересных кейсах. Во-первых, тело как текст. Да, многие женщины рассказывали, что по форме живота можно определить пол будущего ребенка. Следует отметить, что, собственно, сугубо медицинские приемы диагностики и обследование плода на ранних месяцах беременности появились в изучаемом регионе только в начале 90-х годов. То есть, сравнительно недавно. До этого не существовало, то есть, вплоть до самого рождения пол будущего ребенка нельзя было достоверно установить. И вот в данном случае речь идет о концептуализации формы живота беременной женщины. Если девочка, это живот бывает островерхи, рассказывает мне один информант. Старухи об этом не ошибаются, точно говорят. Меня вот смотрели старуха Наталья Елена Наговицына и сразу говорили, о, девочка будет у тебя. Вот здесь сверху, говорят, бывают островерхи. Кроме формы живота, информантки рассказывали также о изменениях черт лица женщины. Потом говорят, если ребенок девочка, то у матери портится вид, всю красоту отнимает девочка. А если мальчик, то хорошеешь наоборот, округляешься как-то, полнеешь. Это значит мальчик. Следующим моментом, связанным также с телесностью, но, однако, отличающимся от первых двух, является характер боли во время схваток. На это я наткнулся случайно. Задав вопрос, слышали ли вы, что если болит поясница, то родится девочка, например. Да-да, есть такое, но это во время схваток уже. Если схватки все время идут из низа живота, это значит мальчик, а девочка и вправду. Все время через поясницу. Жуткая боль. Да, но следует пояснить, что речь идет о таких моментах. Рассказы эти, естественно, случаются уже после опыта материнства, после рождения ребенка. Да, и на этой фотографии следующий момент, на котором мне хотелось остановиться. Это фотография из личного архива одного из моих информантов. Это семейное фото детей. Она сделана в середине прошлого века. Сейчас это уже очень зрелые, если не сказать, пожилые люди. Но нас интересует здесь ребенок-мальчик в крайнем правом нижнем углу. Я могу увеличить. Мы видим, что он держится за пятки. Да, якуты называют это балыстардар. То есть буквально это можно перевести как тянуть младшего. То есть это является признаком, приметой того, что за мальчиком последует еще ребенок. Следующий. И действительно, там суть подтвердилась, что вслед за этим мальчиком у него родилась еще младшая сестренка. Следующий. Следующая примета. Мне об ней рассказывал информант со смехом. Но было заметно, что этому не придается большого значения. Однако же отмечают, что являться беременной женщине в дом, где в этот момент моют полы, значит к рождению дочери. Вот буквально ее слова. Если беременная приходит в дом, где в это время моют полы, то говорят, что у нее будет девочка. Я много раз это слышала. Тетя Шура раньше в Якутске тоже об этом рассказывала. Это, видимо, в тех краях, в намсах так считают. Это от того, что девочка обычно моет полы? Да, это как бы ее предвестие. Почему-то большинство рассказов велись о девочках, о рождении девочек. И следующий пример также рассказывает об этом случае, но о признаках появления девочки. Однако же значимыми здесь являются уже предметное окружение, изменения в предметном окружении беременной женщины. Я оба раза теряла реально серьги, половину сережек теряла. И мне тогда сказали, что Кут, то есть душа, девочки у матери забирает такие вот красивые вещи. В другой случае, знакомая женщина, например, будучи уже беременной, потеряла сережку. И одна ее родственница тоже потеряла что-то из украшений своих. Тогда она, то есть беременная, догадалась, что, наверное, у нее родится девочка. Ну, вот эти случаи. Следует отметить, что в снах будет несколько иначе. То есть мне хотелось бы, чтобы мы запомнили этот пример, а потом мы к нему вернемся. Что касается толкований сна, то, чтобы не тратить на это много времени, я сделал такой слайд, на котором я представил символы, которые являются предвестиями рождения либо девочки в левом углу, либо мальчика справа. Ну, выглядит, с одной стороны, достаточно очевидно. И вроде бы это символы, взятые в основном из предметного мира, которые ассоциируются с человеком определенного пола и с родом их занятий традиционных. То есть, если это девушка, девочка, то будут ножницы для кройки шитья, серьги, кольца, другие ювелирные украшения, ложки, вилки. Если же речь идет о рождении мальчика, то сон, например, предвещает рождение мальчика, то это будет нож, плотницкие инструменты, оружие, то, что называли мои информанты. Сами предикаты, которыми описываются действия, ну, визионеры, что ли, вот, о сне, можно представить, в основном были следующие. Видеть, кэр, булл находить, терять что-то, сетарь, лл брать и, например, оставлять. Да, видеть, но оставлять. Мне хотелось бы привести выдержки из наиболее показательных, что ли, интервью, достаточно большие. Да, видят серебряные, золотые, это на мой вопрос, значит, идет ответ. Видят серебряные, золотые всякие женские украшения, кольца там и прочее. Ложка снится людям, а если мальчик, то нож. Например, вот наша прабабушка, ей во сне какой-то ее предок, то ли муж, то ли отец принес ей якутский нож перед тем, как родился мой Кирюша. Это умерший родственник был? Да. И тогда она стала говорить, что у меня родится мальчик. Я сама тоже видела сон, когда Вадик должен был родиться. Видела золотую сережку и снится, как будто я ее теряю. Помню, еще так страдаю во сне от этой потери. Мама тогда сказала, все, значит, родится не девочка, а мальчик. Это кот девочки от тебя убежал. Следующий случай связан с моей соседкой, которая около 15 лет уже живет рядом с домом моих родителей. Она сама из Среднеколымска. Вот она рассказывает на мой вопрос. Говорят, можно о дорождении ребенка по снам узнать? Да, конечно, есть такое и встарь и сейчас. Это от самого человека зависит. Например, мне, когда еще на юге была, приснились ножницы. Две штуки, близнецы, Надя моя. Она ведь у меня одна из близняшек. И помню, одни ножницы остались там, на вешалке. Эта девочка нормально родилась. Та поперек лежала и захлебнулась в водах. Три дня только прожила. Ну, говорю, как жаль, их могло быть две. Да, перед тем, как сыном забеременела, нож снился. Якутский нож. Это значит нож к мальчику? Да, снится, что на столе лежит множество ножей. Самых разных. Нож для масла, русский нож, кинжалы тоже были. Они разбросаны. Я выбираю один простенький такой якутский нож. И думаю, вот, это мой нож. Дело в том, что в таких маленьких локальных сообществах, для таких сообществ характерен такой напряженный интерес к жизни соседей. И я слышал ранее, что у нее на самом деле были две дочери родилась, но судьба другой мне была неизвестна. И вот как раз это интервью мне позволило, ну, проникнуть, что ли, в эту семейную тайну. Значимо, что обращает на себя внимание, что во всех этих рассказах о толкованиях снов символика находит некоторое соответствие, прямое соответствие с обрядами проводы богини деторождения Айисыт, который редуцировался, но уже утратил как бы живое свое бытование еще в начале прошлого века. На этих фотографиях мы видим реконструкцию. Это аппликации и подделки Марии Николаевны Андросова-Ионовой. Сделаны ею по просьбе Сергея Васильевича Иванова для музея «Кунсткамера». На левой картинке мы видим инсталляцию для мальчика. Справа значимо, что там есть, например, лук и стрела. А в правом нижнем углу мы видим ножницы. Да, ну, собственно, что у меня получилось? Такой вот снимок традиции. Да, то есть мне было интересно посмотреть, какие сферы подвергаются семиотизации. И получается следующее. Если интерпретировать вот эту схему, то это будут следующие символические каналы. Во-первых, сны, само материнское тело как текст, поведение детей, предметное окружение женщины беременной, ну, а также ее контакты с традиционными занятиями, ну, как я вот примерно обозначил. Те каналы символические, которые обозначены звездочкой, носят необязательный характер, то есть оказиональный может быть, а то, что без них доступно непосредственному восприятию всегда. Кроме того, одним из символических каналов, которым имеет доступ только сама женщина, являются ее физиологические ощущениями. Ну, что я попытался отразить как круг, который недоступен вот ближайшему ее социальному окружению. Ну, вот, пожалуй, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Можно и со стороны мужчин тоже. Пожалуйста. Смолить, спасибо про последнюю схему. Смолить, там будет поведение детей, да? Что имеется в виду? Да, вот я имею в виду вот этот случай с Валустардар, когда можно по характерной позе ребенка узнать о том, что будет еще ребенок. Ну, кроме того, мне рассказывали, ну, я не стал просто этот случай приводить, чтобы быть короче. Когда, например, в одной семье рождались только мальчики, уже шесть мальчиков у них родилось, шесть сыновей, и вот они рожали в погоне за девочкой, как мне говорил информант буквально. И женщина, будучи уже последним ребенком на сносях, заметила, что младший сын стал к ней необычайно ласкал, там, ластился к ней, расчесывал ей волосы гребнем, то есть проявлял, как бы, такие нетипичные для мальчика нетипичные поведения. И тогда она догадалась, что это уже скорее такая индивидуальная интерпретация, что у нее будет девочка. И это действительно случилось впоследствии. Да, то есть под поведением детей я имел вот эти случаи. Спасибо. Пожалуйста, еще. Да, пожалуйста. Чемин, пожалуйста, я все-таки не помню вывода из материала конкретно якутского, и конкретно Ваню Соборова. То есть эта схема есть в ее штаб? Да, мне хотелось просто поделиться некоторыми своими наблюдениями. Материала еще не очень не так много, чтобы делать, выдвигать не какую-то гипотезу, концепцию. Да, но мне хотелось просто поделиться своим наблюдением и показать вот тот срез материала, некоторый такой снимок традиции, который у меня получается вот на сегодняшний день. То есть выделить те символические каналы, на которые традиция как бы обращает внимание в данной ситуации, то есть при рождении ребенка, при беременности женщины. Но если так, получается, что часть из них просто пересекается, например, там, поведение детей в обществе на вахтах. Да, то есть, ну, насколько эти сферы индивидуально должны быть в какой-то специальный сет? Не думаю, что они пересекаются. А предметное окружение? Потому что здесь есть раскраничение между сном и явью, то есть я делаю раскраничение между предметным окружением в наяву и то, что происходит с этим во сне. Тогда нужно будет сделать сетку сон-явь, да, и дальше заново это перестроить. Да, возможно. Так совершенно непонятно. Где более мелкие категории, да? То есть кого, о которых мы говорили. Да, действительно, они неравнозначны. Если добавить мелкие категории, то станет понятно, из чего складывается эта сетка. Спасибо. Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Если нет, то еще раз спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ